итак друзья впервые еду на Кавасаки КЗ-650 сейчас попробую еще выехать на трассе разогнать его и попробую передать свои ощущения во время езды первое что касается в глаза конечно звук вот этих прямооточных душителей но он такой хороший, настройщий, в основном хороший но есть такие такие очень резкие звуки, высокие вы слышите что творится? очень легко набирает обороты комфортно для него на 5-6 тысячах переключаться на следующую передачу напомню что здесь 9 с половиной начинается красная зона ну я наверно не стану уже отсечку крутить потому что мотоцикл старенький еще не мой поэтому будем просто в пределах разумного так, поворотик ходит неплохо есть некоторое какое-то виляние как будто клепковатость рамы здесь колеса тонкие это тоже способствует закладыванию поворот так, тормоза снова так, ну передний два диска в принципе нормальный задний я стараюсь тормозить только на кровейке вот я кстати забыл переключиться из 5-ой передачи начинаю разгон это было четвертое в начале был такой небольшой незатук но такой как бы не очень быстро разгонялось затем сразу же подхват в районе 5-6 вообще оптимальный его режим этого моторчика тут 4 цилиндра они рядные и вот эти 4 цилиндра всегда очень легко набирают обороты вот когда я на сброс газа не переключаясь передачи он продолжает по инерции очень легко катить так, посадочка посадочка ровная прямая весь он как-то дует так, чтобы меня здувал сильно я такого не ощущаю может быть из-за того, что фара задрана высоковата и приборы они как-то удаётся им отводить воздух на комфорт аааа ха 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 100 км в час, 5000 оборотов, все уверенно, легко, здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то у меня не дышит он. Итак, я вот сделал остановочку. Что-то мотоцикл мой не дышит. Ну-ка, ну-ка, фара, не гореть. Так, ключ, видишь, ни на что не реагирует. Так, что-то у нас с зарядкой, кажется. Так, а я ключи ничего не взял. Что теперь? Зарядка-то должна быть. Так, надо понять, где у нас аккумулятор. С какой стороны. Похоже, что не здесь. Так, у нас тут какие-то рыбушки есть. Которая как-то странно болтается сами по себе. О, загорелась. Итак, сделал остановку. И, постояв немножко, тут подделал свои дела. Потом начинаю включать зажигание. У меня ничего не горит. Фара не горела. Так, сейчас я сразу понял, что здесь что-то с электрикой, или аккумулятор отошел, или что-то. Вот с этой стороны, думал, аккумулятор снял. А здесь у нас реле висит, болтается, соскочило. И, вообще, провода, конечно, ничем не закреплены. В идеале, здесь, конечно, усилить. В общем, какой-то провод у нас отошел. Так, вот он и сейчас отходит. Да, ну, это вот все недостатки старого мотоцикла. Плюс кастомайзинга. Так, как же... А, вот, вот. Все. Как я насадить? Вот, все, насадил. Все горит. Воткнил. Все, одно из реле отошло. Смотри, что у нас тут. Предохранители даже есть. Так что я не пропаду в случае чего. А то я отъехал уже от 15 км на 15. от города. И, думал, уже толкать придется. Ну, все. Продолжим путешествие и продолжим наш обзор. Ну, заведешься нас? Конечно. 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 Отлично. Все. Продолжаем свой путь. Ай, какой жилой лотопы. Ай, какой жилой лотопы. Ай, какой жилой лотопы. Не делай. Не делай концу. Я не делай концу. Ай, какой жилой лотопы. Я надел классический шлем. А он слабо приспособлен для того, чтобы здесь микрофон крепить. И у меня ничего не получается, чтобы был и звук, и чтобы оно держалось, и чтобы все было красиво. Ну что, друзья, я продолжаю тест-драйв этого мотоцикла. Выехал на трассу, разогнался как следует, где-то 120 разгонялся. Очень живой, очень легкий на разгон мотоцикл, около 5 секунд, я так по ощущениям. Но единственное, что у меня из-за того, что классический шлем, все время выдувает мой микрофон, и я боюсь, что на ходу у меня там будет очень плохой звук. Не судите строго, со звуком что-то беда у меня в последнее время, именно на ходу никак не могу придумать формулу, как мне это сделать, чтобы было все слышно и все видно. Суперка Это наш тест-драйв состоялся. Я прокатился на Кавасаке, сказать, 650, там около 20-30 километров. И что я могу сказать по этому поводу? Самое главное, что он живой, несмотря на его возраст. 88-й год, это под 40 лет мотоциклу, и при этом он может давать яркие ощущения. Вот это 4 цилиндра, это чистая японская школа, которая угадывается с закрытыми глазами. Вот дайте мне эти 4 цилиндра любой марки из японской четверки. Я скажу вам, что это именно 4-цилиндровый японский мотоцикл. Потому что все вот эти двигатели, они ярки тем, что очень легко у них происходит подхват. Очень легко они набирают скорость. Вот эта классическая посадка и плюс вот эта кастомизация, она внесла свои коррективы. Седло оказалось таким жестковатым, плюс вот эти неродные амортизаторы, они тоже очень такие дубоватые. Немножко какая-то буреточность ощущается. Ну, особенно на лежачих полицейских, когда это подбрасывают прям, ты отрываешься от седла, если чуть переборщить со скоростью. Я неспроста занялся этим делом и не просто так катался ради удовольствия. Мне нужно было проверить, как он едет и одновременно выяснить его недостатки. И они недолго заставили себя ждать. Я вот выяснил, что здесь есть в районе коробки передачи какая-то течь. Предположительно, это течет сальник штока переключения передач. Потом здесь очень старая электрика, все реле такие старые, которые вот эти японские фишки. Тоненькие, один в один. И у меня на скорости один раз пропало, а не на скорости, я остановился, пытался завестись, у меня пропало полностью питание. Оказалось, что реле отходит там одно. Хорошо, что я быстро нашел вот под этой крышечкой, они все собраны. И потом уже здесь подъезжая, я на железнодорожном переезде, у меня снова отказало все. И питание пропадает, и ты не знаешь, что делать. Мотоцикл глохнет, и ничего не показывает ни поворотов, ни фар. В общем, надо будет сделать ревизию электрики, все контакты там зачистить, смазать, чтобы они, закрепить, чтобы они здорово все работало. Что еще? Ну, глушители двоякое ощущение. Это вот они как прямо токи звучат здорово, по-взрослому. Но слишком много высоких нот, плюс 4 цилиндра, они имеют такой специфический свой звук мотор. И плюс вот эти глушители, они прям резко режут такой слух, особенно на высоких оборотах. И вот это я чувствую там на микрофоне, у меня все это отразится. Передние тормоза, я думаю, на четверочку. Они как-то схватывают, не сразу схватывают, возможно, это нужно сделать регулировку самой лапки. Хотя я смотрю, машинки здесь уже не родные. Очень напоминают ямаховские армированные шланги стоят. Вы видите диски небольшого размера там, я не мерил, но не знаю сколько. И плюс суппорта, они, скорее всего, или двухпоршневые, или вообще однопоршневые. Тем не менее, их достаточно, если к ним привыкнуть. Ну, задние, они барабанные и хороши на гравейке, либо как в поддержку передним. В целом, мотоцикл создает впечатление такой уникальной, своеобразной игрушки с ретро-таким налетом. Это приносит особое удовольствие, особые ощущения. И вот этот тест-драйв был в основном для этого и нужен, чтобы я конкретно убедился, что в нем не так. И что следует исправить и сделать. Так что впереди предстоит некоторая работа над этим мотоциклом. Если будет интересно, я могу снять вторую часть. И пишите в комментариях, интересно ли вам эта модель, интересно ли вам, если я сниму продолжение по его обслуживанию, по замене вот этих недостатков. И в зависимости от этого я и сниму, возможно, вторую часть. Ну, на этом все. Такой был наш мотоцикл. Такой наш летний августовский вечер. Так что не переключайтесь, подписывайтесь, реагируйте, комментируйте. Счастливо!